Доброе утро, уважаемые друзья! Приветствую вас сегодня на торговой сессии вторника. Традиционно начинаем с российского рынка, динамики рубля и параллельно с динамики черного золота. Открываем графики по рублю и смотрим то, что пара USD RAP планомерно движется к нашей цели, которую мы обозначили в районе 55 против американского конкурента. Вчерашний локальный максимум был в районе 53-50, сейчас в целом пара особо не потеряла, с учетом проторговки уже торги открылись. Учитывая общий фундаментальный фон, я считаю, что 55 это действительно та самая цель, которая может быть реализована в самое ближайшее время. Если это даже произойдет сегодня, я ничуть не удивлюсь. Теперь, что касается фундаментального фона, который позволяет нам делать такую практически стопроцентную ставку на вот этот легкий виток девальвации российского актива и достижения цели 55 против американского доллара. Конечно же, традиционно смотрим на нефтяной актив и тут я хочу вам сообщить следующие интересные статистические факты. Вчера Саудовская Аравия подытожила общие объемы производства нефти в мае, производство снова выросло и в целом мы видим то, что сейчас объем выработки находится в районе 10-25 миллионов баррелей в сутки. Я не поленился, посчитал буквально все страны нефтяного картеля вчера и хочу сказать, что совокупное производство ОПЕКа сейчас составляет около 31,6 миллиона баррелей в сутки, то есть куда выше, чем тот самый целевой порог, квоту, которую они обозначили по итогам ноябрьского заседания. Когда у нас ОПЕК? Заседание следующее? Когда? 7 июня? То есть в воскресенье ты ждешь заседания ОПЕК. На самом деле заседание ОПЕК пройдет в пятницу в эту же и советую вам не пропускать это очень важное событие, поскольку в целом именно потому, что мы услышим со стороны нефтяного картеля, от этого будет зависеть и будущее нефтяного ресурса, ну и поскольку от него на самом деле напрямую зависит также поведение российской валюты, здесь у нас будет также прямолинейная связь. ОПЕК. Учитывая текущие объемы, думаю, что в лучшем случае мы услышим о сохранении прежних объемов, почему мы об этом также с вами говорили, поскольку нефтяной картель не хочет, скажем, отдавать кому-то какую-то часть собственного бизнеса, не хочет, скажем, уступать долю на рынке и напротив уже неоднократно выступала с инициативой о том, что в случае чего они готовы заместить даже других производителей. Поэтому, как минимум, ждем прежних 30 миллионов баррелей в сутки, это, конечно же, официальная квота. По факту мы видим уже больше и, соответственно, у нас такой стратегический фактор ослабления нефти и возможность движения в район 60 долларов за баррель, это также в самое ближайшее время. Что касается еще негативных факторов для нефти, поскольку мы оцениваем и спрос предложения, про предложение уже поговорили, вот теперь можно пару слов сказать относительно спроса. Традиционно спрос на ресурсы в мире определяется в зависимости от позитивности статистики в Китае. Вчерашние данные по индексу производственной активности HSBS в Китае, который, в принципе, также предвосхищает возможный спрос на, в том числе, энергетические ресурсы, оказался снова на отрицательной территории, ниже 50 держится там уже довольно-таки давно. Это тенденция о снижении и, в целом, это еще раз подчеркивает объективные проблемы с темпами экономического восстановления, второй по величине экономики мира и также позволяет нам делать ставку на то, что со спросом в этом году, может быть, даже и в следующем, будут такие же актуальные проблемы, как и в 2014 году. Поэтому, в целом, у нас серьезная фундаментальная идея, которой мы придерживаемся уже больше полугода, эта идея касается коррекции цен на энергоресурсы и соответствующего роста пары доллар-рубль. Еще, что касается фундаментальных факторов, которые могут выступать негативными моментами для динамики российской валюты. Вы знаете то, что против рубля сейчас проводят активную политику и Центральный банк. Каким образом? Покупается валюта в рамках диапазона 100-200 миллионов долларов в день. Последние официальные отчеты от ЦБ на прошлой неделе, в четверг и пятницу также были куплены примерно по 200 миллионов долларов. Разумеется, эти действия направлены на официальная позиция пополнения золотовалютных резервов, но мы все прекрасно понимаем, что это самое, скажем, эффективное средство в плане валютных интервенций. И, учитывая текущую динамику рубля, можно сказать, что действия Центрального банка действительно возымели свои плоды в плане ослабления, соответственно, рубля и роста пары доллар-рубль. Еще очень важное событие, это касательно российского валютного рынка, то, что вчера Центральный банк решил приостановить операции валютного РИПО в формате одного года. Хотя это официальное, конечно же, решение, но если вы помните, мы, в принципе, уже давно констатировали, еще даже в середине мая, о том, что операции РИПО сроком на один год уже не проводятся. С чем это связано было? А с тем, что как только пара оказалась ниже 50 рублей против доллара, пара USDRAP, в принципе, коммерческие банки уже с лихвой запаслись валютной ликвидностью, необходимой для исполнения и долговых обязательств, пик которых придется сейчас как раз на летние месяцы, запаслись валютой для того, чтобы, скажем, оплачивать контракты с зарубежными партнерами. В общем, на рынке сформировано достаточное количество валютной ликвидности и сейчас особого интереса к инструментам краткосрочного рефинансирования как такового нет. И последний валютный РИПО сроком на один год был проведен Центральным банком 8 мая, то есть практически месяц назад. И мы только вчера услышали официальные заявления о том, что Центральный банк больше не будет проводить эти операции. В целом, отказ от годового валютного РИПО направлен на то, чтобы теперь коммерческие банки, если возникнет необходимость в долларовой ликвидности, шли уже не к Центральному банку, а непосредственно на открытый рынок и покупали валюту на валютной бирже. Поэтому через классический подход спроса и предложения можно ожидать, что если интерес к доллару снова будет возобновлен со стороны коммерческих банков, это поспособствует росту и пары в целом, и на достижение тех целей, которые поставил Центральный банк. А цель сейчас ослабить рубль и привести вообще курс российской валюты против доллара к более справедливым, наверное, равновесным значениям, которые с учетом текущих актуальных цен на энергоресурсы находятся выше 55. Это мое субъективное мнение, но я думаю, что это действительно так, учитывая то, что пара доллар-рубль туда и стремится. Поэтому по нефти мы с вами обозначили цель 60, по рублю ждем 55 против доллара. Идем дальше, теперь евро-доллар, открывайте графики европейской валюты. Вчерашняя торговая сессия снова разгрузочная для главного валютного риска и ключевой фактор разгрузки, конечно же, ситуация в Греции. Напомню то, что Афины уже до конца этой недели, в пятницу, если уж быть совсем точными, должны погасить, очередной транш перед МВФ на сумму в 300 млн евро. Вы знаете то, что поскольку нет соглашения с тройкой международных корридоров, значит, у Греции и Афин нет ликвидности для того, чтобы исполнить это обязательство. И с большой долей вероятности можно говорить, что этот платеж, эта выплата может быть пропущена. Это создаст риски еще большей вероятности технического дефолта и потенциального выхода из состава валютного блока. Действительно, проблемы очень серьезные, мы о них уже с вами довольно-таки подробно, детально останавливались. Эти проблемы еще не решены, поскольку условия, которые ставит тройка международных корридоров, это Европейский центральный банк, Еврокомиссия, Международный валютный фонд, это реформирование рынка труда и пенсионной системы. На эти условия Греция не может пойти, поскольку это фактически нарушение тех предвыборных обещаний, которые партия Сириза дала своему электорату. Это не выход из ситуации, и в целом, если уж совсем быть объективными, на самом деле, сослаться на комментарии европейских чиновников, Греция сейчас не предпринимает ровным счетом никаких шагов по нормализации ситуации. Об этом говорил и Кристин Лагард, об этом говорил и министр финансов Германии, о том, что, по сути, Греция сложила руки и ждет, пока эти проблемы, актуальные и серьезные, прежде всего, для нее, решит, конечно же, тройка кредиторов, то есть, прежде всего, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк. Пока у нас нет дополнительных новостей, в целом, вся ситуация характеризуется прежним вектором неопределенности, а это соответствующие риски для европейской валюты. Еще хочу пару слов уделить вчерашней статистике, вышли данные по индексу производственной активности Германии и еврозоны, показатели снова плохие, в этот раз они не дотянули ни до прогнозов и не смогли перевесить по, скажем, позитивному фону прошлые показатели. Поэтому индексы производственной активности снижаются уже, по-моему, третий месяц подряд. И в целом это позволяет нам сделать вывод о том, что сейчас в рамках валютного блока производственной активности сформирована понижательная тенденция, которая указывает на актуальность серьезных проблем валютного блока. Сегодня у нас очень важный отчет. В 12.00 по московскому времени выйдут данные по индексу потребительских цен еврозоны, и я считаю, что мы увидим еще одно подтверждение по-прежнему актуальных дефляционных рисков. Поэтому в целом, давайте резюмировать, слабая статистика последних недель, ожидание усиления дефляционного давления и снижение инфляционных ожиданий. И в целом это позволяет нам надеяться на то, что в среду во время конференции руководителя Европейского центрального банка Марио Драги будет придерживаться более мягких заявлений и высказываний. И фактически повторит слова своих коллег о том, что сейчас экономика, может быть, нуждается в новых экономических стимулах. А под новыми экономическими стимулами мы сейчас подразумеваем расширение программы количественного смягчения. Поэтому в среду с большой долей вероятности стоит ожидать того, что Драги поднимет вопросы доп. стимулирования. И если это произойдет, для евро это еще один серьезный негативный фактор, который может отправить ее глубоко вниз. Наша ближайшая цель 1.08. Теперь, что касается пары доллар-японская иена. Вчера также интересный день с точки зрения макроэкономических данных для доллара. В частности, я хочу обратить ваше внимание на индекс производственной активности по версии АИСМ. Он снова оказался на положительной территории, усилил ожидания по готовности американских властей к повышению процентной ставки и продолжил тенденцию хороших макроэкономических данных. Помимо индекса АИСМ вышли хорошие данные по личным доходам. И что еще важнее, индекс постепенного разгона инфляции. В этот раз вырос больше, чем на 20%, практически до уровня 49,5%. Поэтому в целом у нас вчера был еще один сигнал того, что стоит ожидать хороших данных по состоянию американского рынка труда. И если мы еще и в пятницу действительно увидим статистическое подтверждение, что этот сектор чувствует себя очень неплохо, то есть восстановление продолжается, значит можно будет снова возвращаться к теме повышения процентных ставок и ожидать, что это судьбоносное для рынков решение может оказаться реальностью по итогам может быть августовского заседания, ну или по крайней мере сентября, на который сейчас делают ставку большинство экономистов. Поэтому ключевой отчет у нас Non-Farm Perils, это в пятницу. И в пятницу, я надеюсь, вы уже поняли, нас ожидает действительно взрывоопасная торговая сессия, потому что в пятницу у нас ОПЕК, в пятницу у нас фактическое разрешение греческого вопроса и в пятницу у нас Non-Farm Perils. Каждый из этих отчетов влияет на свой национальный актив и, разумеется, в целом будут создавать, генерировать волатильность на всем рынке финансовых инструментов. Поэтому пятничная торговая сессия уверен, что будет резонировать еще своими поведенческими реакциями и на следующей неделе. Еще пару слов хочу отметить, сказать про пару USDCAD. Мы на нее также обращаем в последнее время достаточно много внимания. Сейчас снова я хочу сделать ставку на возможность сохранения длинных позиций по паре USDCAD, поскольку вчерашнее переосмысление, все-таки повторное переосмысление данных по ВВП. Напомню, что они оказались очень плохими и не просто плохими, а самыми худшими за последние 10 лет. Поэтому можно в целом еще вернуться к комментариям Полоза, который две недели назад констатировал, что если нефть ослабнет еще примерно на 10-15%, вероятность этого действительно есть, то экономика Канады может уже в следующем квартале показать снижение не на 0,6%, а больше чем на 1%. И в целом такие негативные сценарии и ожидания готовят нас к тому, что о еще одном снижении процентной ставки мы с вами можем услышать не в сентябре, а уже по итогам августовского заседания или даже июльского. То есть совсем скоро, ребят. USDCAD у нас также очень интересная пара с точки зрения длинных позиций. И наша ближайшая цель, кто мне напомнит по паре какая? USDCAD? 1.28. Все верно. Пока туда и смотрим. USD иена вчера максимум с 2002 года 124.90. Чуть-чуть не дотянули до уровня 125. И учитывая хорошее ожидание по очень важным макроэкономическим данным и состоянию американского рынка труда, вполне возможно, что в ближайшее время мы сможем уверенно закрепиться в этом валютном тандеме выше уровня 125. И еще ближе приближаемся к совсем агрессивным целям, которые мы ставили еще в начале 2015 года, точнее в конце 2014 года. О том, что пара USD иена при определенном развитии ситуации, при определенных обстоятельствах сможет забраться выше уровня 130 иен за доллар. Я считаю, что эта идея по-прежнему актуальна и последний рост позволяет нам еще больше увериться в том, что эти цели могут быть достигнуты. Ясно? Вопросы, ребят? Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Ждем комментариев на нашем официальном канале о маркетинге. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.